мы не буду долго говорить наталья сахара давайте поприветствуем слава богу савана бог вообще симба выходит для того чтобы миссию выполнить симба из лизы до исполни миссия там свое предназначение это предназначение поэтому я думаю бог нас взращивает чтобы каждый вышел на свою миссию и бог не из хран вас до излезем всякий на свой миссия и выполним свое предназначение в господи или исполнил свое это предназначение в господь аминь аминь а для этого нужны финансы а за 2 с они нужны финансы но чтобы миссию церковь свою выполнила церковь это можно исполнить в этом миссии вообще интересно царская природа не для того нужна же чтобы нам нежиться до царская природа и нужны не до хвалим себе 7 а чтобы взять ответственность за за свою стаю до что ли взявим отговорно за свой теста я на и посмотрите мультик там хорошо об этом сказано поглядные это зиму ким там пищу добрый описан 2 я слово получила я размышляла над притчи а си си эти ли получил слова размышляла вверху притча за сиятеля меня очень зацепила там 30 60 и 100 крат час будем читать и менми не спрятались ли за това 36 и пути получим да и тема мои проповеди это обогащение благодатью и мото проповедь неске и обогутяване с богу дат давайте мы прочитаем матфея 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 тринадцатая глава тринадцатая глава с 3 стиха 3 стих и получал их много притчами но это притча о сеятеле вы я думаю все ее знаете но тем не менее мы повторим и получал их много притчами говоря вот вышел сеятель сеять и когда он сеял иное упало при дороге и налетели птицы и поклевали то иное упало на месте как на места каменистые где немного было земли и скоро взошло потому что земля была не глубоко когда же взошло солнце увяло и как не имела корня засохла иное упало в тернии и выросла тернии заглушила его иное упало на добрую землю и принесло плод да здесь немножко внимания одно во сто крат а другое в 60 иное же в 30 да то есть четыре земли четыре земли четыре вида почвы четыре вида почвы и только на одной почве и только на и дна почвы принесло одна почва принесла плод и сам одна почва и дала плод 30 160 30 раз стукратно 60 и 30 пути продолжаем на читать мы потом вернемся к этому и смотрите интересно ученики стали спрашивать для чего ты причами говоришь да и он отвечает в 11 стихе для того что вам дано знать тайны царствия небесного а им не дано и опять он дает определенную мысль осеяние да он раскрывает законы приумножения кто имеет тому дано будет и приумножится а кто не имеет у того отнимется это что имеет интересно да я никогда не думала что именно эта притча она о законах синие и жатвы не главное смысла читать за притча и за закон сия чей жат и жат в этом о законах прям приумножения и благополучного финансового процветания и закон за финансово процветание и дальше он трактует эту притчу до 18 стих вы же выслушайте значение притчи о сеятеле ко всему слушаем мужчин слушающему слова о царстве и неразумеющему приходит лукавый и почти и похищает посеянное в сердце его вот кого означает посеянное при дороге а посеянное при каменистых местах означает того кто слышит слово это честь радостью принимает его но не имеет в себе корня и не постоянен когда настанет скорбь или гонение за слово точишь соблазняется а посеянное в тернии означает того кто слышит слово но забота века сего и обольщение богатства заглушает слова и она бывает бесплодна посеянная же на доброй земле означает слышащего слова разумеющего в одном месте писания еще и говорит о принимающего который и бывает плодоносен да давайте скажем плодоносен докажем носишь под плодоносен давайте еще расскажем плодоносен да ваш под так что иной приносит плод и опять он повторяет во сто крат и но и в 60 а иной в 30 давайте скажем все вместе приносить плод докажем заодно приносим плод во сто крат сто кратно 60 60 и 30 и 30 смотрите интересная какая история получается у нас есть четыре вида земли и мамы 4 вида почвам но только а в одном виде но самый день и вид дает плод в 36 160 и 30 крат дава плод сто кратно 60 и 30 давайте мы посмотрим немножко это на презентации на наши включите да что поглядно твана презентация то почему обогащение благодатью потом посмотрим об этом за что выгодите ванны будут это после что видим за что мы обычно привыкли что если мы говорим о финансах то это деньги да не смысл пик наличи говорим закладу говорим за финансово сапариты до три вида четыре вида почвы да это я ошиблась спешила но не суть важно да смотрите еще раз посмотрим можно вернуться 3 до 3 вида почвы но они они там немножко подразделяются смотрите почва у дороги да про почва край путем когда приходит лукавый готовит в лукавит и слово божие обкрадывает и украдыва славу от на бога второе это каменистая почва вторую камен камена почва это там где не пускаются корни то есть приходит слово да мы в людей сеем и два слова то 7 2 в город человек принимает слово божие той прямо салют на бога но не пускает корни но не пуска корни еще один вид почвы просто я наш не нашла картинку это тернист тернии и другие вид почва тернистая почва когда человек принимает слово божие это человек приема славу от на бога он прекрасно поднимается двигается стига с и движи с и но приходят суета какие-то дела но и два суета не и что и все и семя не всходит и семя то не по расту и еще четвертый вид почвы и четвертый вид почва которая говорится что это добрая почва к эту и наречена добра почва когда она подготовленная очищенная от камней это и под год вина учистина от камень и когда хорошо ее прокопали готовы добре искупано сорняки выкорчевый убранный няма 3 вам и она дает плод и тоже почва дала плод именно эта почва дает плод в в сто шестьдесят и тридцать крат и саму газе почва дала плод стукратно шестьдесят и три десять слышите меня да я вам хочу сказать что огромное преимущество я так думаю что а здесь мы все сидим это дом и наши сердца это добрая почва если че сички кути сидят туком значит и сердца со добра почвам иначе мы бы здесь не сидели иначе не мощный смоток я хочу вам сказать что именно вас в добрую почву из кого хочет посеять семя именно в ваш то добра почва бог из когда пусея семи чтобы мы принесли плод доносим плод сто шестьдесят и тридцать крат сто кратно шесть и тридцать давайте скажем сто крат сто кратно как к этому прийти когда стигнем 2 я думаю что знаете бог говорит о многих плодах да что мы приносим вот слава богу как сегодня мария танцевала вам нравится говори за различные пудовые например несколько мария танцевала она знаете она танцует я чувствую прям присутствует духа святого так уж я танцевал осуществует и на свете дух смотрите она тренировалась до часа упражняла то есть а она годы тренировалась я знаю что она даже в японии танцевал я гудини си упражняла дуре знам чей танцевал в японии даже там в попало когда было большое землетрясение дыре била и там к этому землетрясение там ну смотрите она пришла и принесла богу плод я душа когда уверовала и донесла плод на бога она отбросила страх я утверли страха она отбросила сомнение что скажут люди я утверли сомнения так как во что кажут хората она пришла и принесла этот плод я душа и донесла плод аминь но сегодня я хочу именно о финансах говори но днес к искам договора за финанс можно следующую следующую картинку да смотрите бог дает в этой притче закон приумножения бог дала в тазе притче закон на приумножение ибо кто имеет тому дано будет то есть койте има что получи получи и приумножится и что если приумножим а кто не имеет какой-то няма у того отнимется и то что имеет то есть ты загубит ваку это ему достаточно жестко да два и достаточно жестоко мы говорим что бог это любовь казывать и бог и любовь но когда мы достигаем зрелости бог с нами очень жестко бывает согласны да но есть законы эти законы работают и если бог в тебя вложил что-то а кубок вложил не что в тип он ждет когда ты начнешь ему отдавать той чек какой-то ты започешь дал давать согласны можно дальше и так я не знаю видно там или нет да смотрите почва это наши сердца почва тут у вас и наши сердца бог сеет в наши сердца бог сей в наши сердца мы уже говорили что твердая почва не приносит плод казахмы четвердо почва не приносит вот о которой у дороге каменистое не приносит плод камениста соштяни при нас под тернистой не приносит плод терниста сушат не приносит плод добрая почва приносит плод от брата почва приносит плод можно следующий да еще слайд добрая почва это наши сердца доброта卯ство от вас и на что сердцем она рождает плодоносного я рожда то с 모습 harus иalu носив вы хотите быть плодоносным? Аминь. Смотрите, мы читали в Матфея, кто такой плодоносный? Это слушающий слово, принимающий, и разберешь. Разумеющий в плане применяющий слово. Разберешь, что означает, что используя слово в свой живот. Слушайте, мы можем собираться годами. Собираться, молиться, уходить, расходиться и все забывать. Но Бог хочет, чтобы мы приносили плод. Можно следующий слайд? Плодоносный в 30, 60 и 100 крат. Смотрите, мы поняли, что только одна почва может приносить. Добрая почва. Это сердце, которое готово принимать слово Божие. Бог готов вообще изливать на нас. Бог готов до излива вверх у нас. Но в каком случае? Но в каком случае? Можно следующий слайд? От чего зависит процент успеха? От какого зависит процент на успех? Давайте подумаем. Добумыслим вверх у Тв. Мы решили, что мы плодоносная почва. Аминь. Загляните в свое сердце. Скажите, я плодоносная почва. Я хорошая. Хорошая почва. Мое сердце принимает слово Божие. Слушает. Разумеет. От чего зависит успех? От какого зависит успех? Вы знаете, по этой притче я вам скажу. По этой притче могу да вы скажем. Можно следующий. От наших отношений с Господом. От наших отношений с Господом. Это, кстати, картина Микеланджело. Твоя картина на Микеланджело. Две руки. Две рецы. Это рука Адама и Бога. Рука на Адам и на Бог. Знаете, почему от наших отношений с Господом? Знаете ли, за что от насчет отношение с Господом? Давайте прочитаем второе Коринфянам. Да, прочитаем второе послание к Коринфянам. Девятая глава, восьмой стих. Девятая глава, осьмый стих. Очень интересное место. Много интересного места. Смотрите. Бог же силен обогатить вас, скажи, меня, всякою благодатью. Еще раз. Бог силен обогатить меня всякою благодатью. Давайте скажем. Три-четыре. Бог силен обогатить меня всякою благодатью. Чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Слушайте. Чем Бог обогащает нас? Или финансами? Что Он дает? Деньги? Какого не дава Бог? Пари или Богу дат? А на что Он дает благодать? На какого дала Богу дат? Дело доброе. На что еще дает благодать? Труд, таланты, разумение, да, мне показывают. Разум. На что еще дает Бог благодать? За какого дала Бог благодать? А? Пропитываться Духом Святым. Да, и с полом, и с святым Дух. Что еще? Людей любить. Дубичем и хоратом. Смотрите, мы когда молимся, да, мы говорим, Господь, пожалуйста, благослови нас, наш труд, дай нам финансы. И Бог что дает? Какого не дава Бог? Он нам дает благодать. То и дава Богу дат? Чтобы мы могли зарабатывать деньги. Это, знаете, такой анекдот есть христианский. Има христианский анекдот. Потоп, такой потоп. Има потоп. И один христианин поднялся над домом, и вода выше и выше поднимается. И один христианин сейкачил вверху кыштота, бачи вода-то сейвси на дига. И он молится, Господь, пожалуйста. И то есть моли, Господи. Спаси меня. Спаси меня. И проплывает на лодке человек. И има человек с лодкой. И минава по крайней мере. И говорит, слушай, давай прыгай. Он говорит, не, подожди, меня Бог спасет. И то же человек с лодкой доказывает лодку. Потом дальше там еще кто-то на катере проплывает. И после има вода поднимается, пойдем сюда. Он говорит, не, меня Бог спасет. Вертолет, да, пролетает, говорит, давай поднимайся. Вода уже вот так вот. И он говорит, да нет, нет, меня Бог спасет. За что ты, Бог, что его спаси? Погибает, приходит в рай и говорит, Бог, ты меня почему не спас? А он говорит, слушай, я тебе лодку подавал, катер тебе подавал, вертолет давал. Ты почему не воспользовался? И когда мы молимся Богу и говорим, пожалуйста, Бог, дай нам финансы. Он говорит, а я дал вам уже. Благодать. Для чего? Для какого? Чтобы обогащать нас. Для чего? Для чего? Для чего? Для чего? Аминь. Можно следующий слайд? И мы уже сказали, но это немножко то, что мы только перечислили. Бог же нам дает очень много чего, да? Бог не дает вам много ничтантов. Самую последнюю картинку. Что включено? Он нам дает мудрость, как вести бизнес. Для чего? Он дает мудрость, когда и что менять в бизнесе. Как вести ценовую политику. Как доводим ценовую политику. Отношения в команде. Отношения в экипе. Отношения к деньгам. Он нас учит, как работать. Он учит, как доработим. Он учит, как руководить. И как доруководим. Он все дает. Он дает благодать на это все. Но мы должны слышать это. Аминь. И знаете, вот в мире там люди стремятся наладить так работу, чтобы не работать. Ну, знаете, да, про это? Я хочу инвестировать, чтобы деньги мне капали, но только чтобы я не работал. Ну, слушайте, ну Бог, ну, он не благословляет, представляете? Бог не благословляет. Потому что давайте мы посмотрим 2 Коринфина, 9 глава, 10 стих. Что творим в Тору послание к Куринтине? 10 стих. Дающий же семя сеющему. Кто дает семя сеющему? Бог дает. Он дает мне деньги. Он дает семя сеющему. И хлеб в пищу подаст обилие, посеянному вами. Понимаете, да? Когда мы будем сеять. И умножит плоды правды вашей. Что он умножит? Как вы тоже умножим? Он умножит плоды. Что умножит плоды в этом. Аллилуйя. Знаете, когда я стала искать, когда первый раз вообще в Библии употребляется это место, когда Бог приумножает в 30, 60, 100 крат. Когда я нашла, вы можете дома посмотреть. Это Битие 26, 12. Твое Битие 26, глава, 12 стих. Да, когда Исаак получил чудо. Когда Исаак получил чудо. Он молился, ему нужно было чудо. То есть он молил. И Бог дал ему чудо. И Бог ему дали чудо. Но он собрал, он получил ячменя во 100 крат. То есть он благословил его, приумножил ему семя, чтобы он мог дальше сеять это. Господь благословил и приумножил него в это семя. Бог любит, когда мы работаем. Он не хочет, чтобы мы стояли на месте. Он хочет, чтобы мы меняли. То есть когда променяли, развивались, обучались. Если бы он нам дал просто финансы, мы сядем на попу, извините. Плоть наша скажет, эх, хорошо живем. И не захотим ничего делать. Но Бог вкладывает в нас эту благодать. И он обогащает нас этой благодатью. И не обогатя вас тази благодатью. Знаете, вот смотрите, если бы мы... Ну, кто занимался торговлей, да? Обычно так. Вы закупаете по одной цене, продаете по другой цене. Кто-то занимался торговлей, знаете, купаете столько-то на одна цена, а продаете вещи с другой ценой. Ну, то есть в магазинах, да, еще где-то. Вы меня понимаете, да? Ну, представьте, если мы поставим цену в сто раз большую. Представите себе, как услужим цена в сто патиповичи. Ну, вот в торговле обычно так. Обычно склад сверху, как это, накладывают, да? Еще где-то 30, ну, 50 максимум процентов. В торговле это увеличивает цену с 30 или максимум с 50 процентов. Ну, иногда 100 процентов. Но это на, не в, а на. И по нямуга 100 процентов. То есть, например, я купила за 20 лево что-то, да? Купит мне что за 2 си лево? Плюс 50, скажем, процентов. Ну, пусть 100 процентов. То есть это получается 20 плюс 20, это 40. И куплю, да, вам за 4 си лево. Это очень хорошо, да? 100 процентов сверху. Много добрее, 100 процентов от горя. Но смотрите, что значит во 100 крат? Ну, какого знача во 100 крат, ну? Если мы покупаем за 20 лево, а куполами за 20 лево, умножаем на 100, умножаем на 100, это получается 2000 лево. У вас 2 тысячи лево. Ну, я бы так подумала, ну, классный бизнес вообще. Твой излежник, который много добрый бизнес. Ну, я думаю, что найдутся такие же люди, которые быстренько найдут этот товар. И не во 100 крат, а в 50 или даже в 10 поставят его. И будет, и у меня возникнет конкуренция. Поэтому Бог, есть определенные законы, и Бог говорит, что Он будет приумножать не финансы. Он хочет приумножать наш бизнес, наше развитие, наше знание и наше умение. Согласны? Аминь. И вот я хочу вам предложить сегодня молитву такую, когда мы будем молиться за финансы. Я хочу помолиться за то, чтобы мы приняли обогащение благодатью. Понимаете, о чем я, да? Чтобы мы принимали ту благодать, через которую Бог нас будет обогащать. На всякое доброе дело. За всякое доброе дело. Аминь. Аминь. Будем молиться. Кто хочет получать благодать для обогащения? Готовы меняться. Готовы применять ее. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты даешь нам эту благодать для обогащения Божьего. Чтобы мы могли, Господь, быть дающими. Чтобы мы могли развиваться. Господи, чтобы мы могли не стоять на месте. Для того, чтобы мы искали лица Твоего. Потому что, чтобы мы воплощали к Тебе, вопияли к Тебе. Чтобы Ты, Господь, мы имели водительство от Тебя. Как нам поднимать свой бизнес, Господи. Как нам, Господи, поднимать свои семьи. Как нам научать детей наших финансовому образованию, Господь. Боже, Господь, я прошу Тебя. Дай нам финансовую грамотность. И чтобы мы были обогащены Твоей благодатью. Боже, я благодарю Тебя за это слово, Господь. Чтобы мы не ждали, Господи, просто денег от Тебя. Чтобы мы были готовы принимать тот бизнес, который Ты нам даешь. Клиентов, Господи, которых Ты нам даешь. Чтобы Ты менял наши сердца, наше поведение, характер по отношению к клиентам. Я знаю, что Ты будешь нам давать клиентов платежеспособных, Господи. Я верю, Господь, что Ты будешь нам обучать. Написано, что благословение на голове продающего. Я верю, что христиане они будут лучшими продавцами. Я, Господи, знаю, что евреи прекрасные продавцы. Но мы готовы сегодня обогащаться Твоею благодатью. Чтобы мы могли продавать. Получать прибыль. И чтобы мы, Господь, когда пришли к Тебе, Ты сказал, что действительно это Вы хорошая почва. Которая может приносить сто, шестьдесят и сто крат. Сто кратно тридцать и шестьдесят. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Нужно переводить? Поехали. Уменьши. Продолжение следует...